Добрый день, друзья! С вами Евгения, и вы на моём крымском канале. Друзья, приглашаю вас сегодня в путешествие в Гурзув, где мы с вами посетим музей Александра Сергеевича Пушкина, который недолго, буквально 17 дней всего, гостил с семьёй Раевских в Гурзувском, вот прекрасном этом имении. Вот сейчас вход и территория парка за входом, а я вам расскажу историю, как это всё было в жизни Пушкина, и он путешествовал летом 820 года, и это особое путешествие, занимает особое место в его жизни и поэтической судьбе. Прекрасны вы, бригада, в Риды, когда вас видишь с корабля при свете утренней Киприды, как вас впервой увидел я. Да. Месяц проведёт Александр Сергеевич Пушкин в Тавриде, на нашей прекрасной крымской земле, и три недели в Гурзуве, считая их счастливейшими минутами своей жизни. В Гурзуве Пушкин с семьёй генерала Раевского жил в доме Ришелье. Это первое европейское строение на всём южном побережье со времён завоевания Крыма. Дом Ришелье сохранился до нашего времени. Вот сейчас вы его видите, и теперь в ней музей Пушкина. Но история идёт от 1920 года, когда этот дом был взят на учёт, и уже там планировался музей. Но только в 1938 году здесь уже организован был музей, друзья. Во время Великой Отечественной войны экспонаты были все вывезены. После войны судьба музея тоже, друзья, была непростая. Тут и санаторий размещался, какая-то здравница. Потом вот это разделение территорий произошло. Вы знаете, что часть территории парка ушло, а санаторий Гурзувский, управление делами президента, а часть вот осталась в чьём-то частном владении. Сейчас здесь вот как раз музей Пушкина и находится. И только в 1989 году, накануне дня рождения Пушкина, музей вновь распахнул свои двери. И это уже у нас считается Ялтинский историко-литературный музей. Кстати, друзья, обратите внимание на этот кипарис с двойной верхушкой. Он называется Пушкинский кипарис, потому что он любил подходить к нему и смотрел вот с этой террасы. Ну а теперь, друзья, история. Это Арман Деплюси Ришелье, проправнучатый племянник широко известного кардинала Ришелье. И он первый владелец этих земель, где и построен вот этот дом Ришелье, в котором музей. Ну а сейчас граф Воронцов, друзья, граф Воронцов тоже владел этим имением. И был генерал-губернатор Крыма. Друзья, ну а вот это известный губонин, тот самый крестьянин, который получил дворянство, разбогател и на пользу Отечества очень много сделал. И получил даже за это дворянство. Ну и теперь мы переходим уже с вами в комнаты музея. Экспонатов немного, в основном, конечно, предметы и фотографии того времени. Ну вот еще раз Арман Деплюси, герцог Ришелье. Это губонин, еще раз прекрасный портрет его висит, потому что он очень много тоже сделал для развития этих земель. Ну и здесь предметы быта, сейчас мы с вами посмотрим обстановка того времени. Вот мне очень понравились эти картины, я долго их разглядывала. Это репродукции с картин. Ну вот здесь вот пушкинские автографы, но они уже сделаны на бумаге того времени. Это как бы копии такие, сделанные его почерком. Потому что подлинников, конечно, нет. Ну это предметы подлинные крымско-татарского быта. Бытовые различные предметы. Вот давайте, друзья, посмотрим внимательно на эти репродукции. Пушкин путешествовал по Крыму и был и в Феодосии, и в Керчи. Также он был в Судаке. И вот сейчас вы видите изображение Керчи 1840 года. Вот так выглядело. Очень, кстати, интересно смотреть. Их там четыре картины, места, которые посещал Пушкин. Но сейчас древняя Феодосия тоже 1840 года репродукция. И это развалины Генуэзской крепости. Друзья, здесь еще копии пушкинских автографов, как раз сделанных в это время. Еще предметы. Вот молильная такая подставочка для Корана. Ну и дальше я продолжаю рассказывать о тех местах, которые посетил Пушкин. Вот это наша богом любимая Алубка. Посмотрите, какой интересный вообще пейзаж. Какая тут сакля такая татарская. Ну и, друзья, сейчас Бахчисарай. Вы видите, вот так выглядел он в то время. Это 1840-е годы. Ну и дальше экспонаты очень интересные. Вот это вот какой-то миниатюрный под увеличительным стеклом портрет Пушкина. Можете остановить, посмотреть. А здесь было на рисовом зернышке тоже что-то вырезано. Но я, к сожалению, тут не очень-то увидела. Какие-то миниатюрные вещи, посвященные Пушкину. Ну вот как-то тут при съемке не очень получилось. Ну и теперь, друзья, мы переходим к предметам быта того времени. Конечно, реконструкция. Просто как проходили баллы, какие одежды носили. Ну не одежды, тут вот есть перчатки, какие-то посуды того времени. Там женское рукоделие. Вот это все можно увидеть. В общем, и даже пианино 1840-го года. Ну примерно того времени, вернее. Вот посмотрите на него. Уж не знаю, рабочие инструменты или нет. Потому что пианино живет не более 100 лет. Потому что механизм у него старится, и он уже как бы нерабочим становится. Ну еще автографы Пушкина. Еще повторяю, что эта бумага того времени, специально изготовлены копии из его дневников. Ну и здесь с Кипренского портрет. Всем известный со школы. Я надеюсь, что все помните. Вот такой замечательный портрет Пушкина. Ну и здесь вот как бы представлена мебель того времени. Времени интерьер, вот бюро, которое использовалось для написания писем, бумаг. Ну и немного женское рукоделие. Вот такой переносной какой-то саквояж. Коробочка для ниток и иголок. И вот здесь такие узкие-узкие перчатки лайковые. Кожа, видите, такая тонкая. И, конечно, они очень маленького размера. Как-то вот красавицы это все натягивали. Это вышивка на вот этой коробке для рукоделия. Я всегда эти вещи очень люблю рассматривать. Веера, естественно, потому что была такая жара. Свечи горели и капали. И вообще эта атмосфера такая жарко очень была. Поэтому веера это необходимый аксессуар. Ну вот здесь, видите, вот того времени предметы, быта, жемчужные бусы были популярны, мешочки различные. А вот это вот, посмотрите, такой кошелечек тоже расшитый бисером. Друзья, я тоже вот этой техникой владею и бисером расшиваю. И даже картины вышивают бисером. Я тоже это все рукоделие очень люблю. Ну и, конечно, украшения я еще делаю. Ну здесь небольшие мунштуки для курения. И тут, видимо, для хранения иголочек какие-то, коробочки и наперсток. Ну, друзья, это родители Пушкина. Я вот тоже посмотрела. Как-то никогда даже не задумывалась о том, кто же были родители Александра Сергеевича. Ну вот здесь вот портрет мамы и отца представлен. Ну вот это та самая коробка. Тоже долго разглядывала для написания писем. Здесь какой-то художник местный. Вот из большой коряги такой сделал совершенно потрясающую вещь. Очень выразительную такой портрет. Ну это современная такая работа. Ну и еще, друзья, конечно, зеркала того времени. Я всегда люблю посмотреться в зеркала старинные, будучи в каких-то замках или музеях, или старинных особняках. Потому что зеркала это мистическая вещь. Там сокрыты все тайны того, кто жил. И все это как будто отпечатывается в этих зеркалах и хранится. Ну вот есть такая, друзья, такая теория. Поэтому очень люблю всегда смотреться в старинные зеркала. И представляю, как они одевались, наряжались. Видите, зеркало такое подвижное. То есть его можно подвинуть и себя увидеть во весь рост. Так, друзья, я рассказываю. Очень важный вот этот вот сундук с ручками. Это переносное бюро. Ножки прикручивались, ручки сбоку, крышка закрывалась. Получился просто такой квадрат. Ну и вот это уже современная работа. Вот так дом Диплюси Армана де Ришелье выглядел вот так в то время. Ну и посмертная маска Пушкина. Тоже копия сделана. Конечно, интересно посмотреть на это. Вот сейчас будут различные предметы быта, игральные карты. Потому что это же вечера надо было коротать. Интернета ведь не было. Друзья, а это комната, где мемориальный кабинет выдающегося ученого-пушкиниста Тамашевского. Ну вот эти ограждения были созданы после, уже при Губонине. Когда он делал здесь доходные дома, издавал в наем. Но до этого были ограждения деревянные, друзья. Вот их заменили на чугунные. Это Каслинское литье с нашего родного Урала, откуда я, в общем-то, приехала в Крым. И где мы очень много лет прожили. Ну вот, друзья, выходим на улицу. Территория частная, поэтому тут бродить не разрешается. Буквально чуть-чуть пройти и сразу на выход. Ну вот все, что я вам хотела рассказать о музее. Заходите на мой канал, друзья. Подписывайтесь. Всегда рада гостям, рада вашим комментариям. А с вами, как всегда, была ваша Евгения, друзья. И до новых прекрасных встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»